Добрый вечер! Вы смотрите программу Якутия Лайф, проект «Мой доктор» с вами Иван Луцкан. Последние несколько лет ударили по здоровью всех жителей нашей планеты. COVID-19 не щадил никого, особенно наши легкие. И сегодня, дорогие друзья, вы узнаете, что лечит пульмонолог, как избежать заболеваний легких, какие методы лечения бесполезны, как восстановиться после коронавирусной инфекции. Сегодня у нас в гостях программа Якутия Лайф, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Саха и Якутия, кандидат медицинских наук, графина Николаевна Рагунова. Добрый вечер, графина Николаевна. Добрый вечер. У нас традиционный вопрос в самом начале – это погружение в профессию. Чем занимается врач-пульмонолог и чем он отличается от других представителей терапевтической отрасли? Да, от слова «пульма» легкие. Ну, наша профессия вообще-то, она, можно считать, она молодая, потому что она где-то только с начала 90-х годов его отделили от фтизиатрии, от врачей, которые лечат туберкулез, отделили. И вообще пульмонолог – это, по сути, терапевт. Потому что, понимаете, у нас сейчас зачастую же так бывает, что правое ухо лечит один, левое ухо – это. И когда бывает, вот когда на прием ко мне приходят, приходят пациенты вообще без ничего. Ничего с собой не берут. Я говорю, у вас есть какая-нибудь выписка, чтобы посмотреть там какие-то анализы, какие-то исследования? Они говорят, а зачем? У меня данные есть у кардиолога, у кардиолога была у лор-врача. На самом деле, пульмонолог – это и есть терапевт. Поэтому мы все в комплексе смотрим. Потому что каждая система сердечно-сосудистая, система органов дыхания – это не отдельное государство. Это всегда, вот, мы смотрим вообще комплексно. Почему? Потому что вот в последние годы же, вот, особенно после ковида, сейчас очень стало много интерстициальных заболеваний. Вообще заболевания легких как-то течение немножко агрессивное стало. Это постковидный, да, такой. Это интерстициальные заболевания легких, это пресловутые, вот, все знают, хобл, хобл, да, большое количество аллергических заболеваний стало. И, по сути, вот эти больные, которые страдают легкими, они умирают-то, в конце концов, от сердечной недостаточности. То есть, когда страдают легкие болезни органов дыхания, в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому, вот, когда к нам приходит на прием асматик, хобл, ильщик, человек, который перенес тяжелую пневмонию, мы обязательно, реабилитация должна быть комплексной. Вот, смотрите, вообще легкие – это же уникальный орган. Вот, человек, например, без пищи и без воды может жить несколько дней, да, а без кислорода, когда человек, он может только жить где-то около 10 минут. То есть, легкие – это настолько уникальный орган. Первая его функция – это, конечно, газообмен. Вот то, что мы вдыхаем через верхние дыхательные пути, легкие дальше, вот, это получается, как бы, третий этаж, да, органов дыхания, он все очищает, делает газообмен, захватывает только тот кислород, который нужен, и доводя до сердца, сердце уже, кислород уже гонимый уже сердцем, он поступает в другие органы и ткани даже. Вторая его большая функция, почему вот сейчас мы стали очень уязвимы, да, не сколько вот вирус агрессивный, если вот так подумать, да, скорее всего у нас изменился немножко климат, изменилось питание, изменилась экология, воздух тем, которым дышат. Поэтому иммунный статус человека немножко снизился, поэтому мы сейчас стали уязвимы. Вторая очень большая функция, очень большой пласт функции легких – это иммунный, иммунный статус. То есть вот эта вся слизистая, да, у него как раз мукоцеллярный обмен очень хороший. Поэтому вот когда человек вдыхает, он нос что у нас делает? Согревает, увлажняет, очищает и только поступает потом. Поэтому первый вот барьер, с которым встречаются вирусы, те же вот эти агрессивные частицы, например, у пробольных, да, вот это все зависит именно от верхних дыхательных путей. Если там вот именно мукоцеллярный клиренс, мукозальный иммунитет называется, нарушен, то, конечно, уже становятся уязвимы, мы уже легкие сами, бронхи и легкие. Вот как раз отсюда хочется вопрос сразу задать, а какую тогда профилактику заболеваний легких, в первую очередь, необходимо проводить? Может быть, есть какие-то действенные способы, которые уже доказаны и временем, и наукой? Ой, здесь однозначного ответа нет, конечно, потому что это должно быть в комплексе. Вот не зря же мы говорим, все, что мы сейчас вот в возрасте имеем, это все-таки идет с детства. То есть насколько вот педиатры же правильно говорят, педиатры же сейчас многие даже говорят же, вот остеопороз почему у кого-то выраженный, потому что это идет с детства. То есть усвоение даже кальция, вот этого всего, да, минерального состава идет только до 9 лет. А дальше то, что мы пытаемся что-то делать, да, искусственными, да, вот этими, оно не восполняется полностью как. Поэтому, конечно же, вот почему, например, если детишек взять, детишки очень часто болеющие в детстве простудными заболеваниями, а вирус, он должен закончиться весь процесс здесь, на уровне первого этажа. А он почему-то спускается вниз. У нас сейчас вирусные инфекции у детишек и у взрослых без применения небулайзера, да, без бронходилататоров, без ингаляционных гормонов же не проходят. То есть это говорит о том, что уязвимые уже с детства. Этот ребенок, скорее всего, если очень частые вирусные инфекции, он, скорее всего, подвержен такому аллергическому или инфекционно-аллергическому заболеванию, как астма. Как астма. Во-вторых, это очень часто вот именно все, что спускается вниз, это, опять же, аллергический ренит, высокая распространенность аллергического ренита. Многие вот с заложенным носом, с гнусавым носом, они как-то адаптируются к этому, и многие же не обращаются. На самом деле, нужно всегда начинать отсюда. Тогда вот именно нижние отделы, они более-менее остаются стабильными, не такими уязвимыми. А из этих доказанных, ну, у нас вот двухнедельное санаторно-курортное лечение, это только как бы, ну, инструмент просто отдыха, как раз морской воздух, что он делает? Это мощный природный антиоксидант. Поэтому мы говорим же, да, езжайте, восстанавливайтесь после перенесенной инфекции, езжайте, отдыхайте. Астматики почему себя хорошо чувствуют возле моря? Потому что, во-первых, это важный, влажный климат. Во-вторых, у нас в Якутии же очень сухой климат, у нас все летит, пыль. И поэтому вот весенний-осенний период, пыльца растений, потом очень пыльный у нас город. Вот это все вот именно провоцирует вот такие аллергические заболевания, да. А возле моря, когда уезжают люди, они себя прекрасно чувствуют, потому что влажный воздух, он все подавляет, все лежит, на органы дыхания не влияет. Поэтому очень хорошо дышится. 4-5 часов утра мы говорим, выходите с ребенком, или сами выходите на берегу, посидите, или откройте окна, посидите. Потому что, когда вот идет прилив, отлив, это мощный опять природный антиоксидантный воздух. Поэтому им очень хорошо. Очень быстро восстановились, вот сколько вот мы наблюдаем, да, пульмонологи. Очень быстро восстановились после ковидной инфекции. Те пациенты, которые выехали все-таки в какую-то реабилитацию в теплых краях, да, получили, вот они очень быстро восстановились. А те, которые остались в зимнее время, именно вот когда у нас батарея сухой, да, воздух, это, конечно, очень повреждающий действительный. Вот вы затронули очень важный диагноз, которым люди чаще всего, наверное, обращаются к пульмонологу, это премархиальная астма. Все-таки какая тактика ведения данных пациентов? Первое, как самому человеку заподозрить, что что-то не то, да, и в дальнейшем как вести этих пациентов, какое лечение принимать? Может быть, наоборот, особо не лечить, а вот как вы говорите, санитарно-курортное лечение, более влажный климат и... Смена климата, да, как бы, да. Ну здесь, если это чисто атопическая астма, то есть аллергическая астма, то здесь в 50% больные говорят, не стало хорошо без лечения. То есть они устранили свои аллергены. Это, например, убрали, кому-то подарили животное, истинно шерсть животных, да, растения убрали, стали хорошо... Влажная уборка дома, как-то стали беречься от простудных инфекций, потому что вирусы и бактерии, вот они как раз провоцируют, да, вот именно как пусковой механизм. Но основное — это вообще всегда аллергия, это всегда хроническое воспаление. И он, единожды встречаясь с аллергеном, никогда не возникает. Он постепенно как накопительный. Вот астма — это вообще болезнь детишек и молодых людей. А если астма вот в возрасте у человека наступает, то это как бы нонсенс. Здесь надо очень хорошо дифференцировку сделать. Возможно, это же удочный выброс, да, заброс, так называемая рефлюксная болезнь, то есть кашель у человека. Очень много... Иногда ошибочно ставят диагноз, у кого грыжа пищеводного отверстия, диафрагма. Опять же, это рефлюкс изофаги, то есть рядом с пищеводом гортань, трахея, оттуда заброс, да, в стерильное пространство, воздухоносные пути. Поэтому такой сухой раздражающий кашель. Очень часто ошибочно ставят больным, которые страдают гипертонической болезнью. Это группа гипотензивных препаратов, которые побочных... Это где написано в аннотации «побочные действия», написано там «бронхобструктивный синдром». Ну и профессиональные здесь нужно очень много дифференцировать. Древесная пыль очень часто. Огранщики, да, вот эта пыль. Молодые часто вот как раз кондиционеры тоже. Это все может быть провокатором. А основные препараты, которые должны быть назначены обязательно для вот именно подавления именно вот хронического аллергического воспаления, это ингаляционные глюкокортикостероиды. Ошибочно люди только пользуются скоропомощными препаратами, например, сальбутамол, бирадуал. Они только на некоторое время снимают приступ просто, да, расширяют бронхи. А на самом-то деле вот именно на клеточном уровне они не лечат. Поэтому базисные препараты – это ингаляционные глюкокортикостероиды. Безопасные пути. Ну вот большинство легочных заболеваний начинается с кашля. Но на этот симптом чаще всего и обращают внимание. Вот начал кашлять. Но кашля к кашлю рознь. Да так кашляешь, да так кашляешь. Но бегут, какие-то леденцы берут, мукалтин тот же самый, таблетки от кашля. Вот насколько такое самолечение эффективно? Ну вот видите, кашель. Даже от положения тела, когда больной говорит, мы сразу понимаем, в какое время суток больше кашель. Или это все-таки заброс из верхних дыхательных путей. Или это желудочно-кишечный тракт. Или это действительно истинное бронхолегочное заболевание. Поэтому именно очень хороший сбор жалоб, анамнеза. Это все дифференцировку дает. Неправильно, конечно, совершенно. Потому что многие начинают приступообразный кашель. Многие, наоборот, начинают отхаркивающие принимать. А отхаркивающие, это центрального генеза. Они рефлекторно, наоборот, вызывают еще больше кашель. А еще бывает такой нонсенс, что вот, например, у человека аллергия на пыльцу растений. Вот светение как раз сейчас весна, а осенью это будет полынь, сорная трава. Конец августа, сентябрь, да, октябрь как раз там сорная трава. В это время у аллергиков опять. И они начинают принимать что? Фитопрепарат, грудной сбор. Тем самым больше еще аллергены, наоборот, провоцируют. Поэтому в этом случае обязательно должна быть не консультация пульмонолога-аллерголога, а консультация грамотная врача-участкового терапевта. Потому что пульмонология — это терапия. Ну, не всегда есть возможность попасть к мужскому педиатру или терапевту. Но вот если то, что допускает, сейчас консультация такая, скажем, онлайн, которую мы проводим посредством нашей программы, при каком кашле какие препараты лучше применять? Сухой кашель, влажный кашель? Если аллергический кашель, то в этом случае не стоит принимать вот эти вообще препараты. Не то, что и противокашлевые, и отхаркивающие. Если это аллергического генеза, то антигистаминная группа препаратов АЧХ. То есть нужно вот именно патогенетический. Понять, в чем причина. Да, причину лечить. Тогда вот этот кашель уйдет. Например, вот рефлюксизофагит. Мы говорим, надо пройти эндоскопическое исследование и начинаем там говорить. Не направляем к гастроэнтерологу, а пульмонолог говорит, нужно поменять образ жизни. Частое дробное питание, сон на высокой подушке. Принимать какое-то время H2-аблокаторы, антоциды. И исчезает все это. То есть исключить газированные напитки. Сейчас даже есть и рефлюксизофагит. Вот это как раз бич, вот именно кашля. Рефлюксизофагит, если это была болезнь возрастных людей, потому что это же свинтеродди между пищеводом и желудком. Как раз его расслабление с возрастом происходит. Или, например, человек, который принимает там очень много газированные напитки или что-то. Пряности. То сейчас у нас газированные напитки, кто стали употреблять детишки. Поэтому среди детей вот рефлюксная болезнь, очень высокая распространенность. Он как раз из опоры, изжога, отрыжка. Поэтому комплексно надо смотреть. Отхаркивающие это должно быть. Это больше больным назначается, у которых мокрота не может выйти, накапливается и не может выйти. Это бронхоэктотическая болезнь. Это хронически деформирующий бронхит. Это когда какие-то бактериальные заболевания. Это та же самая пневмония, когда нам нужно дренировать лёгкие. Только в этом случае. Асматику ни в коем случае. Потому что асматику... Помните, мы учили кристалли Куршмана, Шарко-Лейдина. Это же такие мощные кристаллы, которые забивают альвеолы. Это аллергические такие. Их невозможно. Их только этиологически подавить. Именно патогенетической терапией. Тогда больной сам начинает от Харькова. Потом самый основной тяжёлый симптом – это всё-таки одышка. Помимо кашля. Вот одышка. Некоторые как-то приспосабливаются к этой одышке. Поэтому очень поздно обращаются. Поэтому опять, когда к нам обращаются, мы дифференцируем. Всё-таки это одышка. То есть это сердечная. Или всё-таки это от болезни органов дыхания, одышка. Есть инспираторные, когда вдох затруднён, когда выдох затруднён. И для того, чтобы для уточнения вообще болезни органов дыхания, вот сейчас же в диспансеризацию ввели функцию внешнего дыхания. Спирографическое исследование. Вот самый скрининговый метод – это спирографическое исследование. Где определяется жизненную ёмкость лёгких. Конечно, жизненную ёмкость лёгких. Порсированный выдох. Порсированный выдох. А самое главное там ещё показатели именно срезов мелких бронхов. Если, например, мы видим 25 мос где-то на уровне, то это крупные бронхи. Здесь нужен уже другой диагноз. Если мелкие срезы, тогда естественное сечение бронхов, то это, опять же, другое заболевание. Поэтому спирографическое исследование – это очень надо и важно. Но не компьютерная томография. Ну да, это у нас, мне кажется, компьютерную томографию очень сильно переборщили, потому что всё-таки это лучевая нагрузка и не маленькая лучевая нагрузка. Очень большая. А когда люди по два, по три раза гоняли, накопление-то всё равно шло. Вот, кстати, про пневмонию, которую чаще всего и диагностировали за счёт КТ. Почему болезнь, которую вполне успешно лечили в XIX веке, теперь для многих становится последним диагнозом жизни человека? Ну, особенно когда ковид был. Здесь… Что изменилось? Да. Смотрите, вот всё-таки изменилось что? Молодые стали болеть, да? Это, опять же, вот я опять скажу, что всё-таки это наш общий иммунный статус. Немножко всё изменилось. Питание и это, да? Среди молодых очень часто, среди детишек и молодых встречается пневмония, так называемая, атипичных возбудителей. Это немножко мы про них не знали, да? Это микоплазма, хламидии, легионелла. Среди молодых это офисные работники, это кондиционер. Хотя сейчас вот производители говорят, у нас хороший фильтр, мы сейчас… То есть это возбудители, которые живут в больших водоёмах, да, где сырость, для них вот этот кондиционер. Скученные детишки очень часто болеют же. Садовские школьники, то есть это скучный коллектив, да? Во-вторых, это, наверное, скорее всего, не только вина населения, но и наша немножко медицинская ошибка, то есть беспорядочное назначение антибактериальной терапии. Антибиотик от слова «А» отрицание, биожизнь, убийца жизни. То есть это вот те же самые микробы, бактерии. Если препарат, который убивает, он же убивает и нашу нормальную микрофлору, наш иммунитет. Во-вторых, в последние годы из-за беспорядочного назначения резистентность, то есть чувствительность уменьшилась к этим антибиотикам. Хотя антибиотиков, кажется, вроде бы очень много. Даже? Ну, это торговых названий много, а по факту все они ограничены. Да, ну, химическая структура одна. Ну, определенным количеством только. Ну, вот как раз по поводу туберкулеза, да, тоже заболевание, которое вызывает микобактерии, значит, палочкой коха так называемой. Насколько сейчас проблема туберкулеза актуальна у нас в республике, в том числе, потому что раньше мы все говорили, кровавая патология, но цифры последних лет, как и среди детей, так и среди взрослых, говорят о том, что все-таки эпидемия туберкулеза в Якутии затухает, и количество и выявляемых меньше. Считают, до ковидного периода все-таки фтизиаторы получили вот какое-то динамическое снижение заболеваемости, но пусковидный период все-таки идет увеличение, потому что, опять же, нарушение мукоцеллярного клиренса, мукоцеллярного иммунитета, поэтому опять уязвимость. Поэтому немножко растет, конечно. И даже нисколько растет, наверное, скорее всего, здесь опять резистентность. Вы же знаете, да, устойчивость вот именно в лечении немножко возможная. Диагностика, она на самом деле не такая сложная. А вот именно принципы лечения, именно немножко сложно здесь, я бы так сказала. Но по поводу группы риска, да, ну всегда вот, ой, туберкулез, меня он не коснется, я там молодой, активный и тому прочее, да, тем более, а вот там какой-нибудь асоциальный элемент, да, люди без определенного места жительства. Вот это та категория, которая в первую очередь подвержена. Так ли это сейчас в современных условиях? Или любой человек в принципе подвержен? Нет, в принципе, любой человек, во-первых, это, опять же, от общего статуса иммунитета. Во-вторых, вирулентность. Насколько вот с мощным встретился человек. Потому что агрессивность, вирулентность, от этого же очень большой ролик. Или человек несколько раз встретился, да, с этим больным туберкулезом, да, а он в это время болел, возможно, да, вот какой-то, даже стресс же вызывает, снижение иммунитета. Вот это большую роль играет, да. Или все-таки человек, ну, единожды встретился, у него все хорошо. Почему он заболеет-то? Поэтому здесь не выбирают, конечно, туберкулез. Специфическое заболевание. Но афтезиаторы вообще, по прогнозу ВОЗ, они вообще, у них мощный же этот план. Насколько на пятилетку уже получается, да, к 30-му году вообще ликвидировать. Победите. Да. Будем. Ну, может, чуть сдвинуть, конечно. Как часто нужно проходить рентгенологическое обследование легких? Ну, флюорограмма обязательно, один раз в год обязательно нужно проходить. А вот компьютерную томографию только нужно проходить, когда действительно врач-пульмонолог или врач-терапевт говорит, что нужно. Сейчас почему мы увлеклись вот в этот период? Потому что все-таки ковид, вот это матовое стекло, вот это все, да, он переходит ли фиброз? Фиброз — это уплотнение легочной ткани. То есть поверхность легких, оно когда при фиброзе, поверхность, дышащая поверхность легких уменьшается. Вот она увеличивается или не увеличивается для назначения тех или иных препаратов, чтобы остановить этот процесс обязательно. Или мы через три месяца рекомендуем, или через шесть месяцев, или через двенадцать. А некоторым говорить не стоит проходить. Поэтому здесь только четкие показания должны быть. Почему мы делаем? Это больному нужно обязательно. Вот информационные добровольные согласия же пишут больные. Это доверительное, уважительное отношение вообще к достоинству человека. Это у нас немножко вот информированное согласие. Мы немножко не так используем. На самом деле мы все должны объяснить больному. Какие положительные моменты, какие отрицательные, какие риски, какие это. Вот тогда, конечно, особенно во время ковида, говорили все те, которые вообще не знали об этой инфекции. Даже очень много было против вакцины. Да, были там выступающие. Очень много были против вакцины. А все-таки у нас вот сейчас такое положение, что мы не имеем права не использовать уже доказанные инструменты. Пусть хоть короткий путь этого доказательства, но мы их должны использовать. Вот, например, Англия напечатала недавно. У них все-таки среди вакцинированных смертность 0,3%, а среди невакцинированных 3%. Это же очень большой, да, очень большой процент потери. Поэтому, да, в этом случае, конечно. А для этого нужно просто пациенту очень хорошо объяснить. Ну, не могу не спросить. Баня, насколько она благотворно влияет на легкие? Или, может быть, кому-то не рекомендуется посещать, наоборот, баню? По сковидным синдроме мы всем запрещали вообще баню. Вот сауна и баня – это разные вещи. Где-то сухой парк, где-то варень. Да, баня – это наша русская баня, это влажный. Это вообще очень благотворительно, потому что влияет как на сердце, так и на органы дыхания. Но в этом случае, почему мы запрещали? Потому что это вязкость крови. У всех по сковидным синдромам мы всем назначали антиагреганты, чтобы вот именно вязкость крови снизить. И когда вот в бане человек лежит долго, при высокой температуре, вязкость крови повышается. Поэтому могут образование тромбов, микроциркуляция нарушается. Поэтому должно быть движение там какое-то. Долго не лежать на полке какое-то время. Ну а так оно вообще – это настроение, это эмоции, это вообще очищение. Поэтому в бане, в принципе, там какого-то временного такого нет для органов дыхания. А кардиологи у них, наверное, свои принципы. Но курение теперь, да? Ой, самый болезненный вопрос. Ну вот рак легких и пневмония случается у тех, кто никогда не курил. И поэтому надо курить. Вот такое мнение бытует. Мне кажется, сейчас самое страшное не то, что ковид. Сейчас самое страшное начинается тихая к пандемии – это вейпы. Это вейпы. Сейчас у нас стали курить уже школьники очень. Это запах, это вкус. И там же вот именно производители опять же говорят, что там нет никотина, там нет вот этого диоксида углерода. Но зачастую они же туда вводят искусственный никотин. И вот как раз пропиленгликоль, вот эти глицерин без дыма, который вязко создает, пары. Вот это как раз они очень являются канцерогенами. Масла вот эти, мне кажется, они же выстилают оболочку альвеола, и газообмена не происходит. Конечно, поэтому вот наоборот, вот эти новые веяния курений, наоборот, очень агрессивны. Во-первых, очень быстрая зависимость. Они вызывают так называемую липидную пневмонию. Очень тяжелую. В 19-м году впервые был описан облитерирующий бронхиолит вследствие курения электронных сигарет у 17-летнего подростка. Это было тяжелейшее, вот статья тоже у Ансети была. И ему сделали пересадку легких. Во-первых, в отличие от обычных сигарет, это самое агрессивное. Но мы сейчас отдаленных результатов пока не можем сказать. Но все мы начали тихо говорить, что самое страшное, это начинается вот тихая пандемия, вот именно вейповские легкие. Сейчас же идут уже вот такие заболевания. То есть они вызывают легочный фиброз. Хорошо бы нашу программу чаще бы смотрели молодые люди. Но я знаю, что родители и бабушки, и дедушки смотрят нас. Поэтому вот мнение эксперта в лице графина Николаевны как раз говорит о том, что вейпы это не просто какая-то новая мода, а в первую очередь это риск возникновения фиброза легких. А уже с фиброзом легких последствия могут быть еще более плачевные, чем, допустим, даже вот тех банальных сигарет, которые были раньше. Да, вот именно. Это очень большая разница. Насколько легкая атлетика и бег помогают развивать легкие? О, конечно. Но здесь, опять же, должна быть во всем умеренность. Это, например, курящий человек будет бегать, от этого никакого толку. То есть все должно быть комплексно. А так тренировка, это, конечно, очень хорошо. Тренированная, легкая. Но здесь, опять же, нужно обязательно следить за частотой пульса. Если пульс в течение 5 минут не восстанавливается, от 120 не снижается, то здесь надо уменьшить нагрузку. То есть во всем должна быть умеренная нагрузка. Мы нашим больным обычно говорим, во всем должна быть умеренность. Это умеренная ходьба в теплое время года. Но ни в как, ни в 40, ни в 50, минус 50 градусов идти. Потому что это еще в 50-е годы, еще на этих, на вскрытии, вот именно на сосудах легких оленей, Магадани, да, Авцин, показали, что идет вазоконстрикции легких. То есть это легочная гипертензия. Поэтому, говорим, нужно все-таки в зимнее время ходить все-таки в теплом помещении. А вот, возможно, витаминотерапия какая-то при заболеваниях легких актуальна, неактуальна? Или нет никакой доказательной медицины в этом направлении? Нет поливитамина в комплексе. Но самым мощным антиоксидантным действием для бронхов, для легочной ткани – это витамин Е. Витамин Е и мукозальный секрет как раз ретинол, ацетат, витамин А. Поэтому, когда вот есть такое заболевание редкое, тоже гранулематозное заболевание, саркоидоз, это не заразная форма туберкулеза. Вот сейчас тоже его стало много. Вот в этом случае его единственное лечение – это системные гормоны. Но мы всегда начинаем до этого, вот, витамин Е. И тогда вот как раз вот уходят от этой болезни. И еще какие-то рекомендации по питанию, по образу жизни. Поэтому поливитамины, минералы – это обязательно. Это все для общего иммунитета. А на минералы. И заключительный, наверное, вопрос на сегодня. Есть ли какие-то скрининговые обследования, которые помогут обнаружить болезнь легких? Ну, кроме упомянутой вами спирографии. Ну, если аллергия у человека, то общий анализ крови, там эйзинофилы, только эйзинофилы подсчет. И моноглобулин Е, которые показывают общий, вот именно аллерген специфический. А вот таких прямо скрининговых, анкетирование, диспансеризация, там можно очень легко, в принципе, выявить. Самое главное – диспансеризацию надо проходить. Ну да, иногда даже, когда условия создаются, иногда даже нет желания идти у некоторых. Хотя все бесплатно, есть возможность специалистов пройти, необходимый набор анализов и получить определенный результат состояния своего здоровья в любой поликлинике, даже независимо от места прикрепления. Спасибо большое, Горгия Николаевна, что подошли к нам в студию, рассказали о том, с чем сталкиваются якутияне при заболеваниях легких, как проводить профилактику этих болезней и в случае обострения этих заболеваний, куда обращаться. Я напомню, что у нас сегодня в студии была графина Николаевна Рагунова, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Саха, Якутия, кандидат медицинских наук. И мы говорили о пульмонологии болезненных легких. На этом выпуск программы «Якутия.Лайф.Мой доктор» подошел к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова